Субтитры делал DimaTorzok Так, а вот, что-то у меня прям в тупик. В Данументе я вообще не могу даже представить, куда эти деньги идут. Ну вот они якобы на бюджет. Ну мне кажется, что они идут налево куда-то. А вообще это справедливо, что вот у нас 13% они берут? Ну я бы сказал, что несправедливо, но на самом деле я считаю, что так и должно быть. А вы вот как считаете? Ну я считаю, что раз они берут, наверное, должно что-то делать. А то, что они делают, это вообще минимально. Я не знаю, с какой цели его снимают. Вот якобы эти деньги в бюджет идут. А вот реально, по-вашему, они куда идут-то? Ну я не знаю, куда идут эти деньги. Может быть, они хотят облегчить жизнь людей во время кризиса. Очень хороший вопрос, но, к сожалению, я, наверное, не смогу на него ответить. Ну куда эти деньги идут? Ну, они должны, наверное, идти на строительство дорог, на облагораживание территории. А идут на? В кошелек кому-то. То есть себе они их просто, да, в карман положат? Ну, может быть, в каких-то городах не полностью они себе их убирают в карман, но, скорее всего, в маленьких городах, да. А в больших? Половинка, 50 на 50. Я полагаю на образование, на медицину, на градостроительство. А вот почему у нас тогда все так хреново-то? Ну, люди такие, вот и хреново все. Какие люди? Ну, кому хреново. Которые берут? Ну, у меня, например, все нормально. Ну, у нас же вот вы сказали, дороги, плохие дороги, образование, не бесплатное. Было хуже с дорогами, то, что касается образования. Ну, какое есть, благо, что хоть какое-то есть. А вот, по-вашему, 13% это не перебор? Я полагаю, любая государственная система имеет свои недостатки. Я не знаю, кроме анархии, какой-то... Ну, вот представляете, у кого-то зарплата? Мне кажется, при любом раскладе будет какие-то, ну, минусы всегда будут присутствовать. То есть, если не будут 13% платить сразу по доходу налог, то тогда мы будем сидеть в конце года, вычислять, да, как в Америке, все наши приходы, расходы и так далее. То есть, кому это упростит жизнь, я не знаю. Ну, конечно, многовато, ну, как все русские. 10 тысяч, 13% взять. Я работаю преподавателем, у меня зарплата 14 тысяч, по-моему, но получаю я вот 12. Ставка просто, вот одна преподавательская ставка. Так что, да. На строительство поликлиник и тому подобного. Почему вот это все не делается тогда? Ну, это не ко мне вопрос, а вопрос к правительству. Куда они их забрали-то, деньги эти? Я не могу говорить на камеру, куда. Но, нет, ну какие-то, конечно, куда-то идут, наверное, но половина России остается без этого налога. Не только миллионами, миллиардами грибут. Откуда они берутся у них? Наверное, из нашего карбана. А вам не кажется, что вот 13% с каждого это перебор? Конечно, перебор. Особенно при зарплате в 10 тысяч, да? Да, это точно. 9 пенсия, 12 зарплата. Мне 67 лет, я работаю. Ну, я считаю, что в бюджет. А почему тогда все бюджетные организации, мало того, что любят дополнительно взять какую-то оплату еще, так и ничего не делают? Вот я не понимаю, какие организации? Ну, вот, например, в медицину за справку идешь, заплати. А буквально недавно делали мне, вот могу показать, палец зашивали совершенно бесплатно. Ни копейки не заплатил. А дороги? Что дороги? Плохие у нас дороги, на них идут же. Отличная дорога, где плохие дороги? То есть на дело идут 13%? Ну, я считаю, что большинство, и он два, конечно же. Я иду голосовать, и думаю, они идут в Государственную Думу. Они же в бюджет должны идти. Ну, распределяют тот бюджет, Государственная Дума. Ну, вообще они должны, типа, идти на благо страны, но вообще они идут в карманы наших чиновников. А у вас вот разные мнения. Египет на Россию, супер. Владимир Владимирович, привет. Это хорошо. Скажите, на что, по-вашему, берут 13% подоходного налога? Я думаю, что на отдых с границей. То есть до бюджета не доходят, да, эти деньги? Я думаю, что нет. Люди же должны жить хорошо. А мы как же, плохо будем жить? Нет, мы можем тоже хорошо жить. Не отдавать просто их, да? А? Не отдавать эти 13%. Ну, да, можем не отдавать, можем искать другие пути и решения. Для того, чтобы платить нам пенсию? Не, не сделали. Мне, конечно, сложно сказать, потому что я к правительству города отношения не имею. Но я думаю, что, скажем так, население, которое достигло пенсионного возраста, оно весьма значительно. Поэтому те, кто работает, они не в состоянии обеспечить пенсионеров достойной пенсии. А, то есть не хватает им 13%? Да, думаю, что не хватает. Для того, чтобы хватало, процентов должно быть не 13, а больше. И второй вопрос, вот скажите, руководство страны нам врет или правду говорит? Чаще. Чаще? Наверное, они все-таки утаивают какую-то информацию от нас. Не думаю, что они постоянно говорят правду. Ну и врать тоже не знаем. А это вообще нормально, вот по-вашему, что руководители государства говорят неправду? Нет, это неправильно, естественно, потому что народ должен знать правду. Не все время, но врет, я думаю, конечно, без этого никак. Это же политика. То есть это нормальная ситуация, что они могут неправду сказать, да? Ну да. Естественно, да. Но если бы они говорили правду, мне кажется, у населения бы паника началась. Почему? Что происходит вообще, для чего там делаются определенные вещи, которые они там замышляют. То, что достаточно, зачем говорить какие-то нюансы, которых население не понимает. Но то, что врет, это как-то слишком жестко сказано. Не договаривают, да? Не. Да, наверное. Как я вам сказал. Пускай не договаривают. Я думаю, 50 на 50. А вы считаете нормальным то, что руководство страны врет тем, кто им доверие оказал? Нет, это, конечно же, ненормально, но говорить всю правду населению тоже неправильно. Почему? Ну, потому что, чтобы не пугать население, есть вещи, о которых говорить непринято и не нужно. Пускай во вранье они живут, да? Нет. Не договаривать, это не значит не говорить правду. Это не значит врать, понимаете? Можно молчать и... И ничего вообще не говорить. Нет, я сейчас не об этом. Я о том, что население должно знать правду по тем вопросам, которые для населения актуальны. А что касается каких-то узких специальных тем, то я думаю, что знать об этом населению даже и не стоит. А вот экономическая ситуация в стране, надо правду говорить? В этом да, в этом смысле да, конечно, я согласна. Я не могу точно утверждать, врет она, не врет, потому что... Вот у вас мнение какое-то, как вам кажется? Нет, ну что-то происходит, конечно, то, что они говорят там, то, что мы видим по телевизору, выполняется, а то, что остается за, остается за. Вот они, например, любят говорить, что у нас экономическая ситуация в стране стабильная. Это правда? Нет, экономическая ситуация в стране нестабильная. Это неправда. Сочиняет. То есть не доверяете вы, да, их словам? Нет. Я 67 лет, конечно, не доверяю. Я уже что-то только тут не увидела. Хожу, наблюдаю красоты, переображение нашего города. Раньше такая красота была. Гуляла вокруг парка с детьми, каталась на велосипеде, а теперь что? Стройка века. А где наши миллиарды? А кого вы имеете в виду сейчас под руководством? Президента, правительства, депутатов. Мы что, ждем от них правды какой-то? Да. Я нет. Мне достаточно что-то не жить хорошо, удобно и, в общем-то, как бы, ну, неплохо. Я помню, что было 25 лет назад. Вижу, что есть сейчас, я доволен. Сейчас лучше? Намного. А чем? Да всем. Я себя человеком чувствую. А до этого и не? До этого как-то было очень стыдно. За кого? За что? За себя, за страну. Почему сейчас не стыдно? Ну, потому что не стыдно. Хорошие ощущения у меня. Ну, вот какой-нибудь реальный пример нам же нужен. Реальный пример? Я взял паузу не потому, что я, как бы, думал о какой-то реальный пример. Мне просто считают, что, наверное, этого и не нужно говорить, потому что, ну, вот просто... Когда все хорошо и легко, пример привести. Нет, хорошо и легко, наверное, неправильные слова. Ну, я, например, чувствую себя человеком, который живет в сильной стране, который более-менее уверен в своем будущем. Вот, который знает, что, как бы, в моей стране, ну, скажем так, на первом месте все-таки правильные вещи, да, вот, там, скажем, семья, это главное, да, там, не права каких-то непонятных людей, которые не пойми, чем занимаются, да, а именно основополагающие такие вот вещи. Мы... мы идем в правильное направление, вот, мне так кажется. Оно говорит нам то, что мы должны услышать. Так что не вся информация должна доходить до ушей простого народа, я считаю. Почему? Потому что каждый должен заниматься своим делом. А народ должен слушать неправду? А народ умеет правильно отсеивать информацию. А вот у вас какое мнение? Я в политике лошок, на самом деле, и, как бы, я думаю, что, вообще, медиа и правительство, везде ложь, как бы, на телевизоре, экранах, как бы, в радио, везде. Не говорят они нам правду, да? Нет, мне кажется, нет. Лично я думаю, что больше вред. А вы это считаете нормально? Вот это нормальная ситуация, что руководство страны говорит неправду своим избирателям? Я считаю, что ненормально. Я думаю, что Слепаков все в своих песнях сказал по этому поводу. Правительство, руководство страны нам врет больше или правду говорит? Ну, мне она только ничего не говорит. Потому что, я думаю, так, чтобы вот всем этим заниматься, да, ну, надо чем-то или заниматься вообще, да, нормально, или уж что-то не заниматься. Я вот, например, вот этим я занимаюсь, да. А вот с, как бы, какой-то политикой, да, этими вещами, вот, этим нужно, как бы, этим нужно интересоваться, в этом нужно погружаться глубоко, да, и глубже, чем просто то, что, ну, выдается через разные средства информации и так далее. Вот из телевизора можно правду у нас услышать? Там больше правды? Еще раз говорю, я этим не занимался. Чтобы это оценить, нужно работать годы, да, чтобы получить, наверное, информацию, соцсоции свое мнение. Вот, я этим не занимался, поэтому я думаю, что, наверное, мне давать какие-то ответы, так, с воздуха, да. Конечно, врет руководство страны нам врет, причем, ну, так, прям очевидно, красиво, так, ну, то есть, прям по первому каналу это все можно, ну, отслеживать, если быть более внимательным, мне кажется, к источникам информации. Вот, мы получаем это все. А это нормально, что вот руководство врет своим избирателям? Ну, вот, я говорю, что я не знаю до сих пор такой формы правления государством, которая была бы идеальна, вот, на мой вкус, в отношении и управленческой части, и граждан, поэтому, ну, да, наверное, современный мир предполагает, что людям нравится, когда им врут, в конце концов. Они готовы на это слушать, поэтому, почему нет?